В 2016 году Севастополь занял четвертое место по сбору винограда в стране, при этом повысив уровень урожайности в регионе на 12%. Возросло число участников этой отрасли сельского хозяйства, которым государство предоставляет стимулирующие миры поддержки. Поэтому точками роста города федерального значения может стать виноделие. В том числе и за счет винного туризма, который сейчас в Севастополе получил хорошее развитие. Секретами производства севастопольских вин познакомилась моя коллега Мария Владимирова. Одна из знаменитых виноделин Севастополя – Золотая Балка. Это полторы тысячи гектаров собственных виноградников, завод по переработке винограда и производству игристых вин. Специфика почвы, микроклимата и окружающей среды дают уникальный теруар, который идеально подходит для выращивания лучшего винограда для игристых вин. Мы здесь же на заводе производим все цепочки. Вы можете приехать летом и поучаствовать и увидеть, как мы производим. Как виноград сгружается в бункере приемника, как идет дальше нагрев неотеление, как распевается ягода. Потом даже почувствовать ароматы, как идет термичное ображение. Затем через некоторое время переходит уже готовый виноматериал на вторичное ображение, с этой гристой вином. И здесь же разливается. Никуда виноград не отвозится. Все здесь, все сразу. Мощность завода составляет до 10 миллионов бутылок в год. «Золотая балка» входит в список крупнейших винодельческих хозяйств Крыма и Севастополя. И единственный из виноделий Крыма, мощности которой позволяют производить игристые под одноименным брендом исключительно из собственного винограда. Сегодня на заводе «Золотая балка» залили 240 бочек белого и красного игристого вина. Эти бочки сделаны из французского дуба, как нам пояснили сотрудники завода. Российские не предпочитают, потому что французские более качественные, и он насыщает вино определенными нотками ароматов. В этих бочках белое вино игристое будет зреть один год, красное игристое вино – один год и два месяца. То есть продегустировать его можно будет уже в начале следующего сезона. Еще одно место, которое следует посетить – Инкерманский завод марочных вин. Он был создан в 1961 году на базе подземных выработок строительного камня Мшканского известняка. На глубине от 5 до 30 метров образовались штольни с относительно низкой постоянной температурой и влажностью, что стало предпосылкой для создания завода марочных вин. Территория предприятия составляет 7 гектаров, подземная площадь винных подвалов – 55 тысяч квадратных метров. На заводе абсолютно исключен контакт вина с кислородом во всей технологической цепочке. Во время дыхания вино начинает постепенно уменьшаться в размере. За счет этого сверху может образоваться воздушный пузырь, который является идеальным местом для развития аэробной микрофлоры. Она в считанные недели уничтожает тонкий изысканный напиток. Чтобы этого не происходило, два раза в неделю все бутылки и бочки обязательно доливают. А каждые полгода вино переливают из одной бутылки в другую, чтобы образовавшийся осадок не мешал набирать вину положенный вкус и аромат. В Севастополе 10 тысяч гектаров занимают многолетние насаждения, в основном виноградники. Поэтому в Севастополе разработана программа развития виноделия. Она включает и туристическую составляющую. Например, у меня есть хозяйство, через которое в год за сезону проходит более тысячи человек. Ну, просто на дегустации посмотреть, увидеть, как это делать, пособирать виноград. Это очень здорово, да, приобщиться к этому процессу. И через весь регион проходит, ну, в десятки раз больше, чем через мое хозяйство. Потому что мы тут одни из очень-очень небольших. И мы видим, как с каждым годом интерес к вину растет вообще в стране. И как все больше и больше количества туристов приезжает сюда специально для этого. Вот есть специальный винный туризм, это гастрономический туризм. И все это идет очень здорово. Гастрономический туризм – это новое и перспективное направление для России. Оно является воротами в местную культуру и самобытность. И в Севастополе это направление активно развивается. Чтобы развивать туризм в целом, в Севастополе отказались от ведения курортного сбора. Мы свою позицию уже несколько раз выразили и публично, и на бумаге, и устно. Мы не сторонники вхождения Севастополя в этот проект. По многим причинам мы обсуждали эту историю с нашим бизнесом. Мы говорим о том, что нам нужно провести еще будет большую работу по легализации этого теневого от значительной части рынка. Чтобы люди вышли в свет, люди занимались бы легальным бизнесом, платили бы легальную заработную плату в этом секторе. И это одна из причин. Ну а другая, не последняя в ряду оснований, по которым мы не хотели бы экспериментировать именно в этот временной период. Мы согласны с тем, что эта история актуальна для Алтая, актуальна для Кавминвод, куда многие годы не вкладывались серьезные деньги. Но применительно к Крыму и Севастополю российский налогоплательщик уже реально хорошо вложился в федеральную целевую программу развития Крыма и Севастополя. Севастополь уникальный. Он привлекает туристов не только в высокий сезон летом, но и в любое другое время года. Ведь этот город не только курортный. Каждый найдет в нем что-то для себя и осенью, и весной, и даже зимой. Мы в этом убедились лично.